АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня вы будете свидетелями следующего цикла розыгрыша нашего великолепного золотого кубка программы «Звездный час». Сегодня понедельник, а значит 35 минут неразбавленного восторга ждет вас в нашей программе. На нашей площадке, как обычно, впрочем, 6 команд. Вот они, эти красавцы, подростковые парни и подростковые девушки. Полина Асадчинская. Я хочу испробовать свои силы и надеюсь выиграть в вашей программе. Помогать и наблюдать за своей сестрой приехала Оля. Женя Пахомов. Я приехал из Дубны, учусь в школе арки. Я надеюсь здесь выиграть и желаю всем участникам хорошей игры. Илья Евгеньевич, его отец, он бросил все дела, чтобы приехать и помочь ему сыну. Марина Булгакова. Меня зовут Марина. Я надеюсь выиграть в вашей передаче. За спиной у Марины мама Ирина Альбертовна. Андрей Байзаров. Симпатичный Андрей и не менее симпатичный брат его Сергей. Настя Словоросова. Здравствуйте. Я приехала из Орехово-Зуида. Я пробовала свои силы в шитье, вышивании, в вязании, даже в дзюдо. Почему же не попробовать свои силы и в звездном часе? Желаю всем удачи. С мамой Татьяной Васильевной приехала Настя на нашу программу. И последняя команда Маша Барышникова. Здравствуйте. Я из города Сергий в посад. Я уверена в своей сегодняшней победе, потому что у меня сегодня день рождения. А в мой день рождения мне всегда везет. Мама Ирина Владимировна. Следуя нашей древней, уже многовековой традиции, я хочу обратиться к нашим участникам с просьбой-призывом. Кто из вас хочет получить звезду в самом начале нашей программы, еще не отвечая ни на какие вопросы? И вот все четыре девушки готовы получить звезды. А юноши хотят получать звезды своим умом и своим трудом. Ну что ж, Маша, давай. Я из города Сергеев-Посада, а наш город издавна славится своими игрушками. У нас даже есть музей, в котором собраны игрушки со всего мира. Бывался, бывался в вашем музее. И? Я хочу подарить вам книжку. Здесь изображены некоторые экспонаты этого музея. А также я хочу подарить вам самую известную игрушку нашего района. Это матрешка. О, я польщен, польщен, польщен. Настоящая матрешка там еще есть, да? Сколько там всего их? Три. Три матрешки? Книжка. Гиблиографическая редкость. Спасибо, Машенька. Следующая. Настя. Я бы хотела спеть песню. В этом мне поможет брат, который играет на гобое. Вау, брат. Брат, скорее иди, какой прекрасный музыкальный инструмент. Похож на маленькую палочку. Гобой. Трудно играть на гобой? Трудно. Но можно. Но можно. Ты играешь, ты поешь, да? Микрофон можно? Микрофон, пожалуйста, да. Слышу голос из прекрасного далека, Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, Жестоко не будь, а чистого истока, прекрасно и далеко, Прекрасно и далеко, я начинаю путь. Браво! Я даже не знаю, кому больше хлопать, тебе или твоему великолепному брату, Который как заводной сыграл эту замечательную песню. Я думаю, что обоим, вставая на свое место, ты звезду получаешь, это 100% уже. Посмотрим, может, кто-нибудь тебя переплюнет. Давай. Я бы хотела со своей мамой сыграть русскую народную песню. На свиреле. На свиреле? На пластмассовых свирелях сейчас будут играть. Поехали. Браво! Спасибо, Мариночка, великолепно. Ну, давай. Я хочу вам подарить журавликов, которые сделала сама. Этих журавликов меня научила делать подруга моей мамы, японка Мичиру Кога. Это... Эти журавлики символ мира, дружбы и здоровья всех людей на свете. Еще я хочу подарить бумагу, из которой вы сможете сделать этих журавликов. Сам. А там предлагаете инструкции? Да, там есть инструкция. Спасибо, Полиночка, огромное. Да, вы знаете, у меня еще свежи в памяти эти весенние деньки, когда мы все вместе праздновали 8 марта, поэтому я не буду сегодня делать никаких дискриминационных вылазок и всем девочкам вручу по одной звезде. Ну что ж, мы можем начать нашу игру. Теперь серьезно, нахмурив брови, насупив даже местами их. И наша тема сегодня это дорожные знаки. Впереди у нас лето красное, поэтому вы будете кататься на велосипедах, на самокатах, на скейтбардах и на роликах. И кататься вы будете нигде, кроме как на улицах. Поэтому вы очень должны хорошо знать правила дорожного движения, чтобы ненароком не сбить какую-нибудь бабушку или наоборот троллейбус. Итак, внимание, вот они знаки, их 8 штук. Я не буду их перечислять и называть, так как именно в этом и, собственно, состоит суть наших вопросов. Первый вопрос. Вы подъезжаете к перекрестку. На котором вам необходимо уступить дорогу другому автомобилю, который едет сбоку. Какой знак предупредит вас о том, что надо уступить дорогу? Несколько секунд можете подумать. Хотя я думаю, что это бессмысленно. Вы с вами этого не знаете. Табличку, пожалуйста. Итак, знак «Уступи дорогу». Боже мой, посмотрите, только Марина Булгакова, видно, уже обладает автомобилем. И вы знаете, что это табличка номер 3. Уступи дорогу. Молодец. Молодец, Мариночка. Ты верно ответил на вопрос. Сделай один шаг по нашей площадке. Вперед. О! Красиво, элегантно, легко. Почти без напряжения Марина двигает вперед неподатливую тележку. И готова вместе с другими отвечать на следующий вопрос. Вам хочется повернуть. Ну, знаете, налево, например. Но перед вами висит знак, разрешающий ехать только прямо. Только прямо разрешает ехать знак. Номер. Табличку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А теперь, Мариночка, все остальные правы, кроме тебя. Конечно, движение прямо. Номер 8. А никак не один. А теперь я вас призываю двинуться вперёд и подравняться с Мариной Булгаковой. Все верно отвечают на вопрос. Молодцы. Следующий вопрос. Вы едете по дороге, по другой дороге движется автомобиль. И не собирается уступать вам путь. Потому что дорога по значимости ничем не отличается от вашей. То есть и у вас она как бы главная, и у него главная. Какой знак предупредит вас о приближении к равнозначной дороге? Где никто никому не должен уступать. Ну, то есть должны, но подчиняясь общим правилам. Итак, пожалуйста, приближение к равнозначной дороге. Табличечки. А я заодно сейчас вспомню, что это знак номер семь. Конечно, номер семь. И Марина Булгакова снова вырывается вперёд. Молодец. Молодец, как солёный огурец. Предупреждающие знаки, как известно, предупреждают об опасностях. Но есть один знак, который предупреждает о неожиданных опасностях на дороге. Он так и называется. Прочие опасности. Гвозди, бутылки битые, собаки, кони, коровы. Прочие опасности. Пожалуйста, табличку. Прочие опасности. Ну, нетрудно было догадаться и смекнуть, что знак с восклицательным знаком на изображении его и есть знак прочей опасности. Табличка номер пять. Вперёд! И Марина Булгакова выходит во второй тур. И так всё замечательно у неё складывается. Пожелаем и другим ребятам успехов на наших следующих вопросах. Один из которых звучит так. Вам захотелось остановиться. Ну, знаете, едешь вдруг, надо остановиться. Но вот беда. Перед вами оказался знак, запрещающий остановку. Что же делать? Или памперсы покупать, или что-то дальше ехать. Пожалуйста, знак, запрещающий остановку. Таблички. И снова изумительно верный ответ дают почти все, кроме Насти. Конечно, это первый знак. Остановка запрещена. Аплодисменты и вперёд, вперёд, вперёд! Ах, как жаль, как жаль, как жаль. Как жаль мне, Настю и Машу. Ведь они не дошли до черты второго тура, в то время как четверо других участников уже здесь. Мы, к сожалению, должны попрощаться и с Настей Словоросовой, и с Машей Барышниковой. К моему глубочайшему, к сожалению, под ваши горестные аплодисменты. Прошу любить и жаловать. Анна, наша извечная таскательница призов и награждательница. Набор шоколадных яиц. Вот такой смешной крошкой енот. Он ещё замечательный не только тем, что он такой симпатичный, но я прошу вам немножко тишины. Послушайте, когда его щекочешь, он издаёт такой дурацкий смех. Послушайте. Ему смешно, понимаешь. Настя проиграла, а ему смешно. И рюкзак программы «Звёздный час». И точно такой же набор с таким же вот легкомысленным енотом получает и наша Маша. Наша Маша горько плачет, уронила в речку мячик. Ну не плачь, Машенька. Он не утомит речки. И несколько слов на прощание тем, кто остаётся на нашей площадке продолжать игру. Я бы хотела пожелать всем, чтобы они побольше улыбались. Тем более сейчас весна и оттаивают замёрзшие за зиму чувства. А ведь улыбка не только делает людей прекраснее и счастливее, она продлевает нам жизнь. И знаете, что одна минута смеха заменяет стакан сметаны. Смейтесь побольше. Смейтесь побольше, говорит Настя, которые, конечно, сейчас смеятся совершенно ни к чему, но посмотреть на неё, она весела, как и прежде. Машенька. Я хочу пожелать успеха всем оставшимся участникам. Ничего страшного нет в том, если ты проиграешь. Успеха. Успеха всем и фотография на память. Прижмитесь ко мне. Ну вот, а мы продолжаем нашу программу и переходим во второй тур. Этот вопрос для телезрителей. Кто правильнее и интереснее ответит на него, пришлёт нам свои фотографии, напишет несколько слов о себе, тот будет принимать непосредственное участие в нашей передаче. Итак, вопрос. Какой из этих знаков предупреждает водителя о сильном боковом ветре? И самое главное, не забудьте написать на конверте, что вопрос от Ани. Спасибо, Аннушка. Очень коварный вопрос, коварный вопрос еще. Напомню вам, что во второй тур нашей программы вышли следующие герои. Полина Асадчинская, Женя Пахомов, Марина Булгакова и Андрей Байзаров. Сейчас вам предстоит работать с нашими кубиками. Не вам, конечно, о нашей трубе. Кубики в студию. Вот такие девять букв. О, Д, Н, А, М, И, В, Т и краткое. Вот такая полезная, нужная буква. У вас есть ровно 30 секунд на то, чтобы напрячь все свои мозги и составить самое длинное возможное слово из этих малопригодных букв. То же самое и к вам относится, дорогие зрители нашей студии. Если вы хотите получить от нас суперприз, то не сидите просто так, а ручкой там что-то такое царапать на ваших билетиках. Время истекло. Пожалуйста, отложите ваши ручки. Я вижу у вас недовольные гримасы на лице, но, друзья мои, передача наша не резиновая и даже не пластмассовая, поэтому время ваше истекло. Пожалуйста, я обращаюсь к нашим зрителям. Давай, говори громко. Динамо. 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 Молодец. Шесть букв. Великолепное слово не только футбольного и хоккейного клуба, но еще и такой машиночки, которая производит электрический ток. У кого еще есть и шести букв слова? Пожалуйста. Минтай. Минтай. Великолепно, конечно. Минтай. Это такая рыба, очень популярная в нашей стране почему-то. Ну что, все? Итак, аплодисменты авторам слов Динамо и Минтай. Итак, перед вами авторы слов Минтай и Динамо. Пожалуйста. Это великолепные женщины и девочки. Познакомьтесь быстренько. Как вас зовут и чем вы занимаетесь? Зовут меня Людмила Александровна. Я домохозяйка, ращу детей. Много вырастили? Двоих. Это вот первая, да? Первая это Стеллочка. Учится в школе 11.33, шестой класс В. Молодец. А тебя как зовут? Катя. Сколько тебе лет? Мне восемь. Сама слово придумала? Нет, папа помог. Папа, конечно, папа всегда поможет. Итак, в этом рюкзаке, дорогие мои, приз. Приз, но только один. А вас у нас как бы двое. Вы и маленькая ваша соперница. Итак, кто догадается, что в портфеле, тот, соответственно, получит и портфель, и приз. Давайте предоставим возможность тебе. Давай. Игрушка? Нет. Это радиотехника? Да, в каком-то, в каком-то роде. Это какая-нибудь вещь? Да, это вещь. Безусловно, это вещь в себе. Пожалуйста. Стеллочка. Это часы? Нет. Ну, вспомни, вот вспомни свою квартиру. Что у тебя в квартире есть, то и называй. Вот входишь ты в квартиру, что ты сразу видишь? Комнаты. Комната не влезет в рюкзак? Папа, помогите, раз словом-то помогли. Папа? Телефон? Скажи телефон. Это телефон? Молодец, конечно! Это телефон! Телефон! Если я смогу открыть этот рюкзак, а я, кажется, его не смогу открыть, чтобы вам показать этот телефон. Нет, что-то такое открывается. Итак, без обману. Телефон! Да какой красивый ты! Это тебе! Представляешь? Вот такая прелесть. Ну, а тебе, Стелла, чтобы ты со своей мамой не расстраивались, вам такой рюкзак. Пойдет же, правда? Конечно! Спасибо вам огромное, вам спасибо! Приходите еще и выигрывайте наши мини-призы. Хотя такой телефон может быть объектом мечтания даже очень солидного человека, вроде меня. Ну что, с вами я пока не хочу разговаривать, а хочу с вами, с вашими родителями побеседовать, с братьями, с сестрами. Ну, есть у вас длинные слова? Нет. Нет, у меня нет. Четыре. Мина, а у вас? У меня слово «динамит». Динамит. Динамит. И вы вместо буквы «и»? Ой. Так все просто нормально. Аплодисменты Марининой маме! Она принесла своей дочери такую ценную, такую важную, накануне наших самых главных испытаний, звездочку. Ну что ж, Андрюш, давай твое слово. Мода. Мода? Чего так медленно-то? Мода. Так, четыре буквы. Нет, не составила. Не составила? Да. Какой конфуз. Женя? Мотив. 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 Мо-ти-в. Великолепно. Пять букв и... Диван. Диван. Тоже пять букв. Ну, пока о печальной судьбе Марины мы не будем рассуждать здесь, а пригласим открывать наши ящики одного из вас, или Женю, или Полину. Посмотрим, у кого больше звезд. Ну, без вариантов. Полина, у тебя аж четыре звезды. Давай я у тебя все заберу, потом сколько ты посчитаешь нужным, сколько ты и потратишь. Пойдем. Аплодируем Полине, поддержим ее в этом прекрасном деле. Итак, твой выбор. Мой выбор – зеленый ящик. Зеленый ящик. Открывается и доставается. О! О-о-о! Что же это такое? Давай посмотрим. Это приемник с будильником. Да. И это стоит одну звезду. Если тебе нравится этот приемник, ты можешь оставить себе. Если нет, то еще другие звезды. Нет? Нет, я не буду больше тратить звезды. Три звезды сэкономила Полина и получила великолепный будильник с радиоприемником. Одну звездочку все-таки удалось мне у нее отцыганить. Ну и, конечно, печаль моя светла. Марина Булгакова. Так? Бедная. Ты покидаешь нашу площадку, потому что не составила ни одного слова. Хоть у тебя и много звезд, и замечательно вы с мамой играете на свирелях, но поддержим Марину в этот трудный для нее час. Вам сувенир от нашей программы, память об участии в ней, хотя вас забыть практически будет невозможно мне. Спасибо. Несколько слов на прощание, если есть что сказать. Я желаю счастья всем участникам, и желаю кому-нибудь из них выиграть. Это обязательно произойдет ровно через 15 минут. Фотография на память. Ну а мы с вами продолжаем нашу потрясающую игру. В эфире «Звездный час». Итак, в эфире программа «Звездный час». Третий тур, в который вышли Полина Осадчинская, Женя Пахомов и Андрей Байзаров. Вот уже их осталось только трое. Трое негритят. И сейчас у нас логические цепочки. Первая из них на нашей видеостене. Внимание, Лувр, Нотр-Дам-де-Пари и Статуя Свободы. Я считаю, что все эти достопримечательности имеют отношение к Франции. А если кто-то из вас так не думает, то, пожалуйста, табличку. Кто первый поднимет правильную, тот и, соответственно, получает звезду. И мы аплодируем скромному, тихому Андрею Байзарову. Конечно, конечно, в Париже находятся Лувр и Нотр-Дам. А вот стоящая в США Статуя Свободы была подарена американцам и французам в 1888 году. И маленькая Статуя Свободы и сейчас стоит в Париже, прям посередине реки Сены. Аплодисменты Андрею и вперед на одно деление. Молодец, Андрей. Я предчувствую, что этот скромный, тихий паренек еще себя покажет. Перед вами Марлен Дитрих, Грета Гарбо и Софи Лорен. Эти великолепные, прекрасные женщины и, конечно, замечательные актрисы. Все взяли себе псевдонимы. Представляете? На самом деле их зовут там Фротя Бурлакова, Клава Творогова. Но они себе взяли псевдонимы, под которыми и стали известны. Как вы думаете, прав я или нет? Ага. Первый взмывает ввысь табличка Полины Осадчинской и совершенно правильный ответ. Конечно, табличка ноль. Марлен Дитрих, это не настоящее имя. Настоящее имя Магдалена фон Лош. Грета Гарбо, это Гретта Густавсон. А Софи Лорен, просто совершенно безобразная настоящая фамилия Шоколони. Софи Шоколони. Ну, куда это годится? Конечно, Софи Лорен лучше, а Полина Осадчинской еще лучше. Вперед! Вперед, Полиночка! Молодец! И ты подровнялась с Андреем Байзаровым. А вот Женя Пахомов чувствует, что над ним нависли тучи и запахло жареным. Итак, следующий вопрос нашей программы. Это великие французские революции, Парижские мирные конференции и Парижская же коммуна. Это исторические события. Вопрос. Я расположил эти исторические события в том порядке, в котором они происходили в реальной истории. То есть сначала Францию потрясла Великая революция, потом в этой стране прошла мирная конференция и уже в конце концов прошла Первая пролетарская революция, не к ночи будь помянута, которая называлась Парижская коммуна. Правильный порядок или нет? Если правильный, табличка ноль. Если неправильный, две рядом находящиеся таблички. И я даже не успел заметить, мне нужно было, конечно, купить себе фотофиниш. Кто раньше рванул? То ли Андрей, то ли Полина. Самое главное, что зря они это сделали, ибо ответ неправильный. А вот Женя Пахомов молодец! Совершенно верно! Ведь Парижская мирная конференция проходила в 1919-1920 годах, а революция под названием Парижская коммуна разразилась в 1871. Аплодисменты Жени, и он догоняет своих соперников, не давая им ни малейшего шанса на легкий выход в финал. Но вот сейчас самое напряженное событие нашей программы. Сейчас кто-то из них таки останется за бортом передачи, а двое выйдут в финал. Кто? Я не знаю. И думаю, что и вы не догадываетесь. Пожалуйста, следующий вопрос. Цветы. Роза, Реонид от Мороза, Гвоздика и Тюльпан. Вопрос. Мне кажется, что это не только название цветов, но и название частей обстановки жилого дома. О, какой замороченный вопрос. Кто так не считает, пожалуйста, таблички. На обум Лазаря Моисеевича поднимает Полина Осачинская. Совершенно правильную табличку. Конечно, роза – это круглое окно в доме. Тюльпан – это раковина, в которой вы умываетесь. А вот Гвоздика – это только цветок. Полина, вышла в финал! Полина, выходи в финал. Это что же ты там засиделась в девушках-то? Вот финаль-то оно получше будет. Итак, Полина Осачинская с сестрой Олей первые финалистки нашей игры. Хотелось бы узнать у Полины. Полина, откройся мне. А кого бы ты хотела видеть в финале вместе с собой? Ну, я думаю, мне будет всё равно. Лишь бы послабее был противник. Лишь бы послабее был противник. Хитрая какая девочка. Лишь бы послабее. Тут слабых нет. И Женя, и Андрей – великолепные игроки. Это автомобили. Мэри, Аврора и Карина. Осталось узнать, в чём же состоит вопрос. В общем, всё это название моделей машин. И вот сейчас, дорогие мои, тот самый волшебный миг. Женя считает, что нет машины модели Мэри. А Андрей считает, что нет машины Аврора. Он считает, что есть крейсер Аврора, а машины нет. Так вот, фигули на рагули, есть такая машина. А вот машины Мэри нету. Женя Пахома выходит в финал! Вот так вот, совершенно измождённые, с расстроенной нервной системой Полина Осадчинская и Женя Пахома выходят в финал, а Андрей Байзаров покидает нашу площадку под ваши грустные аплодисменты. На память об участии в нашей потрясающей передаче вы получаете гиену с шакалом, видеокассеты, причём две. Одна из них зарубежная иностранная маска, а вторая замечательный фильм «Крестоносец». Шоколадные яйца и рюкзак. Эксклюзивная продукция нашей программы «Звёздный час» и фотография на память. Но прежде чем мы с вами сфотографируемся, несколько слов на прощание. Полине хочу передать это, то есть это, пожелать удачи. Полине? Да. Ага, ты к ней симпатией у тебя проснулся, да? Да. Но дело в том, что Полина же не делает разницу между тобой и Женей, ей, в общем, всё равно. Ты всё-таки будешь бороться за её сердце? Нет. Нет. Понятно, фотография на память. За сердце бороться теперь не принято. Ну, а мы с вами отправляемся в самый главный финал. Полчаса нашей программы пролетели как один миг. И сейчас перед вами участники финала. Женя и Полина. Причём у Жени грустное количество звёзд, всего две. Мы у него их забираем. Те же самые две звёзды я отнимаю у Полины. У неё остаётся три. То есть три лишних слова. Представляете, в финале это почти непобедимое преимущество. Женя, только собрав все свои мозги в кулак, ты сможешь победить и получить этот кубок. Если нет, кубок отправляется к Полине, но всё это будет ровно через несколько секунд. А сейчас, внимание, слово, самое главное, предмет ваших исследований. Интеграл. Вот такое слово, понимаешь, умное. Интеграл. И несколько секунд буквально на то, чтобы составить как можно больше маленьких, скромненьких словечек. Время и стекло. Пожалуйста, отложите ваши ручки. И сейчас всё и начнётся. Я вижу, как они, руки ваши дрожат, как глаза ваши горят. Полина, начинай. Тина. Тина, хорошо. Ил. Ил, ага. Тир. Тир. Тигр. Тигр. Игра. Игра, ага, хорошо. Ар. Ар, ага. Тир. Тир только что ты сама назвала. Если у тебя слов больше нет, то я у тебя забираю одну звезду. А? Сестру, по самому сначала. Звёзды пусть пока лежат. Сестра, пожалуйста, аплодисменты сестре Оле. По неведомым мне причинам до сих пор, вот уже много лет, игроки сначала расправляются со своими родственниками, а потом уже используют звёзды. Почему, не знаю. Ринг. Ринг. Агент. Агент. Замечательно. Лира. Лира. Тиран. Тиран. Ой, какое хорошее слово, тиран. Гранит. Гранит. Папа. Папу. Пожалуйста, папа. Вот вся семья в сборе, все команды в полном составе. Сейчас судьба решится нашей передачей. Через несколько секунд я же чувствую, как вы приготовили ваши ладошки, чтобы хлопать победителю и, конечно, побеждённому. Пожалуйста. Гетра. Гетра. Трал. Трал. Замечательно. Всё. Всё. Победила Полина со своей сестрой Олей. Молодец. И ещё у неё три звезды. Посмотрите. Раз, два, три. И ещё у Оли несколько слов не были названы. Церемония, награждение. Полина этого заслужила. Итак, последние мгновения нашей площадки проводит Женя Паховым со своим папой. Он вышел в финал, но, к сожалению, не выиграл. Видно, так сложилась его спортивно-игровая судьба. На память об участии в нашей передаче вот эти великолепные яйца, игрушки, рюкзак и от меня лично, конечно же, от меня лично золотые часы. Пожалуйста, Евгений. Он слегка ошалел. Это бывает с участниками нашей программы в момент награждения. Несколько слов на прощание. Больше не увидимся. Я очень рад, что я участвовал в этой передаче, хотя чуть-чуть не выиграл. Желаю другим участникам хорошо играть. Скажите, чем вы его кормите? Почему он так вырос и уже обогнал отца? Видимо, потому что он играет в теннис. А, вытянулся. Понятно. Успехов тебе в теннисе и в личной жизни. Евгений Пахомов! Полина Осачинская со своей сестрой Олигой. И в руках у них простая деревянная игрушка. Гитара. И, очевидно, вы хотите что-нибудь нам спеть или сыграть. Мы в конце споем. А вот это уже конец. Собственно, осталась минута до конца нашей программы. Пора петь. Давайте. Давайте. Мы сейчас споем песню «Как здорово». Сейчас спою, как в мультфильме. Да, давай. Изгиб гитары жёлтой Ты обнимаешь нежно Струна осколком-эхом Пронзит дугую вы Качнётся купол неба Большой и звёздно-снежный Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Качнётся купол неба Большой и звёздно-снежный Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались И действительно здорово, что собрались А вы даже и выиграли в нашей программе За это вам Стандартный набор сувениров У нас семейная игра Вам ещё утюг дали Смотрите, какой замечательный утюг Держите Яйца шоколадные Портфель кожаный Держи И маленькая безделица О, Анна, ты в своём репертуаре И музыкальный центр В стерео О, теперь в вашей песне Вы сможете записывать на этот магнитофон Но и это ещё не всё, дорогие мои Ещё диплом И, конечно же, где мой кубок? А вот он Это кубок уже не мой Это кубок Победительницы звёздного часа Полине Осадчинской Держи Это самая дорогая награда Ну, и, конечно же, диплом победителя тоже Всё это И наши улыбки, и ваши аплодисменты Мы прощаемся с вами Время наше, к сожалению, истекло Но ненадолго Только до следующего понедельника Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»